Вы знаете, кто такой Таганай? Как не знаете? Это суровый челябинский страйкболист, и у него тоже есть канал, где он пилит ну очень годные видосы. Канал быстро растет и набирает обороты. Один из немногих страйкблогеров, которых я сам с удовольствием смотрю. Там есть все. Страйк, сталкер, игры, клевая сестренка и горы. Очень рекомендую подписаться. Ссылка в описании. А мы поехали. Дружище, опять ты. Твою мать. Каждое лето одно и то же теперь будет. Ты опять мне достал на моем острове. Я тебе, кстати, говорил, что такое безумие. Я тебе скажу. Безумие – это повторять одно и то же. Из раза в раз повторять одно и то же. За дня в день, черт его. И вот ты опять приходишь ко мне и опять просишь, чтобы я сделал новый обзор. Вот это ли не безумие, а? Скажи мне. Это настоящее безумие. Ты с собой хвоста не притащил? Ладно, хрен с ним. Ребята разберутся. О, я же сказал. Разобрались. Ладно, хрен с тобой. Но это в последний раз. Если в следующее лето ты опять ко мне припрёшься, я сделаю для тебя. Вот и понял, да? Сделаю тебе обзор. Сегодня на обзоре бронежилья Центурион Гир Гранит от компании Центурион Гир. Что из себя представляет изделие? Два чехла, грудной и спинной, рассчитанный под отечественную бронеплиту, гранит и плотный камербанд. Всё это прошито стропами, образующим молю систему. Давайте кратко по материалам пройдёмся. По заявлению производителя, при пошиве используется сертифицированная кордура 1000D. Для EMR Condor производство Magatex, а для более светлого варианта EMR Cardone – балашов текстиль. Нитки Синтон толщиной 30. Так, для информации, ремни безопасности в автомобиле сшиваются десяткой. Стропы – Ивановская текстильная галантерейная фабрика. Если вам это что-то говорит, вы обязательно оцените. Велкра же – производство ленты. Нет, не эта лента. Привет от братьев заграничных. Батька знает толк в качестве. Пластиковые щелёвки рассчитаны на 80 кг тяги. Фирма Апри. С первого же взгляда ощущаешь добротность вещи. Я смело мог бы поставить уровень пошива, как у Техенкома или, скажем, Вартека. Только, блин, намного аккуратней. Передняя часть имеет фартук на велкра, под которым происходит фиксация камербанда. Предусмотрены удобные лямки для того, чтобы их отдирать от приставучей велкра, плюс в копилку производителя. Для того, чтобы достать бронеплиту, достаточно дёрнуть за стропу. В общем, всё так же, как у многих подобных конструкций. Как я уже сказал, чехол под плиту – гранит. У меня, в частности, стальная бронеплита пятого класса. При необходимости очень просто заменить. Плечевые лямки имеют в комплекте дополнительные амортизирующие погоны. Их просто снять, если вдруг вам они не нужны. За счёт конструкции под них можно закрепить ремень, пропустить гидратор или спрятать сниггерс. Также тут производится регулировка бронежилета по высоте. Закрепляется всё на велкра. Стропа прочная, вызывает доверие. Велкра хорошая, чувствуется сразу. Быстрого сброса, к сожалению, не предусмотрено. Конструкция камербанда двухслойная. Имеется дополнительный карман. Производитель рекомендует использовать под дополнительные магазины или кобуру для пистолета. Имеется фиксатор на резинке со стропой. Фиксируется металлической кнопкой. Ближе к спине камербант утолчён. И в двойной слой кордуры добавлена 3D-сеть. И утеплитель в виде изолона. Это оценит каждый. Сеть обеспечивает какой-никакой акклимат-контроль, а мягкий изолон – комфорт при ношении. Вообще, камербант состоит из двух частей, связанных между собой эластичным шнуром. Что позволяет не только менять размер онного, но и контролируется растяжка при изменении объёма. Например, если вы присядете и ваш живот захочет перевалиться через коленки. Спиная же часть не имеет фартука. Там просто своего рода рукав для продевания поясной части. Задняя часть чехла также под бронеплиту – гранит. Конструкция отличается только внешним подвесом. Стропы моли прошиты очень добротно и крепко. Видите, какой шовчик? Загляденье. Оторвать руками уверен, что невозможно. Хотя в наших богатырях дури завались. Эвакуационная петля. Испытать мне её не довелось. Но производитель торжественно бил себя пяткой в грудь, что можно таскать туши под 100 кг без проблем. Имеет дополнительное велкорокрепление для того, чтобы не зацепляться за кусты. Заглянем внутреннюю часть. Тут особо нет ничего хитрого. Просто 3D-сеть. Производитель AirMitch. Под сеткой вшит слой изолирующего материала. Он призван сохранить тепло. Данная версия упрощена. У производителя имеется с климат-контролем, парктроником и путаной в багажник. А нет, это не тот текст. А только климат-контроль, выполняющий также амортизирующую функцию. В комплект чехлу также поставляется вставка в фартук. Забыл сказать, что там просто большой карман. Но вот с такой штукой этот карман превращается в настоящий подсумок на 3 магазина. Засунуть туда его целая история, потому как он заметно больше самого кармана. Но это сделано намеренно. Чтобы так же не мучиться, как я мучился, просто возьмите 3 магазина, засуньте их в вставку и вместе уже с магазинами комплектуйте в карман. Теперь самое опасное в моей практике. И в этом обзоре мы будем испытывать этот бронежилет на пробиваемость. На безопасность прежде всего. Давай! Больно же ж ты иметь совесть, а! Это мимо! Ау! Я убит! Я уже успел его испытать, съездив на игру в Хищники 3. Жаль, видео не получилось, только моя рожа. И то не вышло. Я использовал чехол без бронеплит. Без них он был недостаточно жестким. Но уверен, что если бы я его обвесил подсумками, то проблем бы не было. Вообще, впечатление глубоко положительное. Он не мешал, нигде не тер, не задирался. Это штука, которая прослужит своему владельцу верой и правдой. Я уж грешным делом даже думал не возвращать его владельцу, а просто ныть ему на ухо. Ну подари! Ну подари! Кстати, на производителя оставлю ссылку в комментарии. Ну под конец я все же скажу. Блин, у меня так напоминает ЛПТ-6094 шоаще! А знаешь, зачем нам здесь нужен бронежилет? Мы с тобой сейчас отправимся на очень опасную охоту. Опа! Попалась! Сопротивляется! Ты думаешь, это не опасно? Еще как опасно! Твою мать! Видишь, да? Ты думаешь, ты жрешь чернику? На самом деле, она жрет тебя. Потому что постоянно хочется больше. Хочется больше. Больше. Там еще подпрыгну. Терни-ка! Терни-ка! Не вредно! А на этом у меня все или почти все. Увидимся в следующий раз. Не забудь поставить большой палец вверх. Видео же тебе понравилось, да? Тебе понравилось видео, я знаю. Я знаю, тебе понравилось видео. Ставь большой палец вверх. Пока. Терни-ка! 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 Продолжение следует...